Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали. Спустя очень долгий пробел времени без обновлений. Точнее, обновления были, но они были не такие интересные, как сегодняшнее обновление. И сегодня, кстати, я не одна. Сегодня обновление со мной мониторить будет Каролина Роулстрим. Просто божественный человек, божественный чемпион, божественный конь, всё божественное, всё в Black Mate. Что сегодня в обновлении? Добавили всех англичан, причём абсолютно всех. Расскажем о приложенческом англичане, посмотрим абсолютно всех конях, которые теперь стоят на феной марле. Поговорим о самой священной кнопке и о том, что нас ждёт на следующей неделе. Так что седлайте своих коней и поехали! Вот, кстати, мы и на месте. Мы, собственно, отсюда и начали. Вот они все, все шесть игровых английских чистокровных лошадок. Значит, напоминаю, что в Урану и Светло-Серый тут изначально стояли гнидой, находился на форт Пинта, но его перенесли сюда. И, кстати, мне нравится, что Старстайбл, кстати, Катя, они возобновили же такую штуку, что в начале несколько недель лошадь стоит в форт Пинта, а потом её оттуда убирают. То есть новички больше не смогут её купить. Это очень честно, если, ну, по мне, так. Это да. Раньше так и было. И сегодня нам добавили вот таких вот трёх красавцев. Кстати, я недаром сегодня села на своего старого англичане, на одного из двух. Вот, потому что мне было очень интересно посмотреть на сравнение старой и новой. Ну, если честно, мне старой нравится больше. Значит, нам добавили такую гниду, нам добавили... Катя, как это, по-моему, масть называется? Вот каракулы, гнида... Ты про какую? Вот эту вот, вот тёмненькую. Каракулы, наверное. И серый в яблоках. Если честно, я очень расстроена, меня очень, очень расстроил серый англичанин, потому что я ожидала его немножечко в другую, скажем так, не в такую храпинку просто. Ну, согласись, Катя, он какой-то не такой. Он на деда похож! Он похож на старого, знаешь, старый вороной англичанин какой-то. Ну, старый вороной англичанин красивый у меня, не надо. Ну, да. Так, я, если не извиняюсь, что всех кидаю в игнор, которые приезжают сюда люди, потому что абсолютно всем мешают как-то снимать, и нельзя посмотреть нормально лошадей, потому что все лезут прям вот в них, ну, в большинство. А так, по всей видео сможем нормально записать. Мне, на самом деле, нравится вот этот гнидой. Я не особо люблю такую масть, то есть я люблю больше вон тех шоколадных гнидых. А вот этот, ну, так редкость, но сегодня вот эта масть мне зашла. Караковая, кстати, ну, мне больше старая нравится. То есть вот стоит мой англичанин старенький, и вот стоит новенький. Можно модельку новую, а масть именно старую, пожалуйста. Кстати, вот этот тут гонавера напоминает, помнишь, вот, который вот гнидой? Да, 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 он напоминает вот этого гнидого гонавера, который продается, по-моему, в хозяйстве Серебряной Поляны. Да, ну. Тоже куча людей на рунных скопанках тут ходит. Вот, и также добавили вчера, сегодня обновление, а вчера добавили в приложение вот этого рыжего англичанина, и я тут ставлю фотографию. Вот, на самом деле тоже, вот, он меня, наоборот, очень сильно порадовал, потому что изначально лошадь была в трейлере и в спойлерах слишком бледный какой-то, вообще, как будто это даже не рыжий, у меня, я прям расстроилась, но нет, вот, пожалуйста, вот такой вот красавчик, вы сможете купить через положение, предварительно его вырасти. На самом деле, очень классно, у меня уже есть один человек, который купит у меня этого коня, потому что у него не получается его выращивать с нужной скоростью, ну, а мне не жалко. Это, значит, первая часть обновления, очень-очень глобальная, а сейчас мы с Каролиной перейдем к священной второй части этого видео. А-а-а, поехали. Просто, это он вообще в гречку. Он даже, да, он в какую-то полупрозрачную, знаешь, акварельную гречечку. А-а-а. Так, ребята, и вторая, просто божественная часть обновления, это священная кнопка. Возможно, половина из вас уже знает ее существование, но она раньше находилась вот здесь, вот, под иконкой вашего ника и имени лошади. Там была прозрачная кнопка, при нажатии на которую пропадают все в манеже, кроме ваших статок-клубников или одногрупповцев. И сегодня эту кнопку давали официально. И сейчас мы, так как с Катей являемся соклубовцем, мы это проверим. Так, вот такой гигантский глазик, у него вообще странное название «Спрятаться». То есть вообще интересно очень. То есть глазик, такой еще гигантский, прям смотрит тебе в душу и надпись «Спрятаться». Так, ну, я, пожалуй, вот, значит, девочку на фрезе вижу. Я нажимаю. Ага, при нажатии нам дается пунктик. И здесь нужно будет выбирать. Нужно будет выбирать, какую категорию вы хотите в данный момент видеть. Это, кстати, очень прикольно тем, что, допустим, вы с каким-то соклубовцем. Вот, допустим, я и Катя. Вон там, похоже, приехала наша девочка. А для этого, не в обиду, мы просто проверяем кнопочку. Я знаю, что ты потом посмотришь это видео. Мы добавляемся в группу. Мы хотим позаниматься вдвоем, чтобы никто нас не палил, никто нам не мешал. И, кстати, вот мне интересно, если кто-то из наших нажмет кнопку, мы их тоже перестанем видеть. Значит, закрываем, нажимаем и делаем, чтобы были видны только члены группы. Катя, ты видишь же только меня, да? Да. Это очень классная вещь. И надо одновременно с этим, я хочу спросить. Видит ли нас Дета сейчас? Потому что это очень интересно. Если при нажатии кнопочку, что вот мы с тобой хотим позаниматься отдельно, допустим, в самый разгар тренировок, то есть в 6 часов вечера, допустим, будут ли нас видеть в этом режиме наши соклубовцы? Мне кажется, да. Ну вот я не знаю. Это, ну ладно, человек не отвечает. Видимо, человек тоже кнопку вовсю пробует, ему не дочат, но ладно. В общем, кнопка действительно очень удобная. И тут выбираю, значит, показать всех. Ну сейчас, кстати, у меня в манеже никого не видно. А, нет, вот появились, появились новые. Да, 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 да тут глянь как много тут. Ну, у меня, наверное, глюли все. Надо, кстати, посмотреть. У меня четверо. А, он пятеро. Ну да, вот примерно столько же. И вообще, честно, как только я узнала, что такая кнопка начала существовать, пусть она и была неофициальной, глюкнутой, баганутой, я даже с клубом успели провести одну тренировку, это просто очень классная вещь, я даже не ждала этой кнопки, хотя нет, когда-то мы хотели такую штуку, я помню, 2 года назад, чтобы можно было, к примеру, в конкурном манеже зайти, расставлять препятствия, как ты хочешь, с клубом заниматься, и чтобы никто не мешался. Вот, а сейчас опять сделаем так, чтобы увиделись только члены конного клуба, но тут только мы с тобой, и Катя, я не могу, отзывы, отзывы, мне нужны отзывы, это божественно, это просто, это, это, это что-то, это самое, за последнее время это самое классное обновление, нам добавили абсолютно всех уже англичан, хотя, если честно, это немножко обидно, потому что мы с Катей старой закалки, мы привыкли, что одну породу могут добавлять несколько месяцев, ну, по одной лошади в обновление, а лошадей раньше добавляли раз в месяц, ну, следовательно, там, сами понимаете, вы, к примеру, 5 мастей могли добавить в течение 5 месяцев, а сейчас это все как-то слишком быстро происходит, и мы немного негодуем. Вот, так что, вот такие вот новости по этому обновлению, а что же ждет нас на следующей неделе? А на следующей неделе, ребята, тоже очень знаменательное событие, я точно по нему сниму обновление, вернутся дни открытых дверей в конюшню Юрвика, и разработчики прямым текстом написали, что вернутся легендарные лошади, которые были добавлены всего лишь один раз за все это время на это событие, это было, насколько я помню, 2 года назад, по-моему, я их как раз покупала, да, Кать? Да. Вот, это будут добавлены 3 лепицано и 2 лузитана, просто шикарных мастей, я лично вот не жалею, что их тогда купила, потому что захотелось, покаталась, а вот те, у кого их не было, очень сильно были опечалены, что лошади классные, действительно, но их долго-долго не было, считайте, их не было 2 года, и тут они снова все проезжают, и поэтому, ребята, если есть возможность, оставьте СК до следующей недели, примерно вам понадобится около 5000, но это я максимально округляю, потому что 5 лошадей, вы спокойно можете посмотреть в соцсетях, как они выглядят, если вам все-таки нравится не такое большое количество лошадей, то смело просто покупайте на следующей неделе тех, которые вам больше всего захочется. На этом обновление подошло к концу, спасибо, что посмотрели это видео, Каролине большое спасибо за участие, это очень было приятно, тем более, что это, по-моему, либо первое, либо второе наше видео по обновлению вместе с ней, а может быть, даже вообще и первое, так что очень даже круто, очень приятно. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»!